Завтрак, обед и полдник. Кадеты обеспечены питанием полного цикла. В городе это единственная школа, где учащиеся питаются трижды за день. Все приготовленное поварами мальчишки и девчонки уплетают с удовольствием. Естественно, качество блюд очень хорошее. Все готовится здесь, продукты заводятся и все готовится здесь. У нас нет, чтобы у нас какие-то блюда завозили. По словам школьных специалистов, меню используют продукцию только местных производителей. В ежедневный рацион кадетов обязательно входят фрукты и овощи. Всего здесь кормят больше тысячи человек, из которых более 500 учатся в начальной школе. Кстати, у кадетов есть своя специфика, даже в организации питания, отметили проверяющие. Сегодня было очень приятно видеть, что эта дисциплина порядок, она не только в рядах воспитанников, но этот порядок царит и на кухне, в рядах поваров, когда бригада поварская по военному четко знает свою расстановку. Это царит и в складских помещениях. А это комиссия, которая регулярно проверяет продукты в 166 детском саду. Закупают их здесь еженедельно, а молоко и хлеб каждый день. В комиссии состоят и родители детсадовцев. Смотрю в первую очередь на срок годности, естественно. Также проверяю условия хранения, допустим, какой температурный режим для каждого продукта. Потом смотрю товарное соседство, ну, например, яйца отдельно, масло отдельно. Могу сказать, что лично моему ребенку нравится питание. Здесь много овощей, и это огромный плюс, потому что сейчас как бы дети любят фастфуд, и это все вредно. Ну, в садике, естественно, питание у нас полезное. Разнообразные блюда мы стараемся включать. Неповторяющиеся супы. Супы в обязательном порядке мы даем на мясе. Второе у нас всегда высококалорийное, с большой концентрацией мяса, рыбы, сыр, масло. Даем фрукты ежедневно. Прежде чем еда попадает на столы детишек, представители комиссии пробуют все готовые блюда и делают записи в специальный журнал. Проверки учреждения образования продолжатся. Ну, а если у барнаульцев есть предложения по улучшению работы детсадов, они могут обращаться по телефонам горячей линии, которые сейчас на ваших экранах. Татьяна Голубева, Денис, Толком.